Поздравления с Новым годом на фасаде мэрии некоторые сотрудники могут воспринять как насмешку. Высокое городское начальство решило сократить 85 человек. Причем среди уволенных будут лишь чиновники среднего звена, юристы горсовета, работники аппарата. Увольнения подаются под соусом оптимизации, но главная причина – нехватка средств в казне. Депутат Константин Сенченко уверен, что гнать из администрации нужно не тех, кто делает черновую работу, а тех, кто привел город к бюджетному кризису. Я опасаюсь того, что ситуацию это не изменит. Дело в том, что коренные причины сокращения сегодня называются экономический кризис. И для меня совершенно понятно, что те люди, которые за этот кризис ответственны, они должны в первую очередь уходить со своих рабочих мест. А именно этого не происходит. То есть вся правящая элита, как продолжала работать, так и работает. То есть ничего не меняется, но сократят простых работников. И что, у нас экономика начнет подниматься? Сокращение чиновников – решение популярное. Сегодня подавляющее большинство на улице поддержало политику мэрии. Напомню, это уже не первая чистка в рядах администрации. Который год сотрудников из этого дома увольняют. При этом уменьшается и число заместителей мэра. Их осталось 12. Хоть год назад было 14. Я считаю, что нужно. И плохо работают или как? Да не то, что плохо работают. Один бы мог за двоих работать. Я работаю сам в государственном учебном заведении. И даже у нас слишком много народу, который не выполняет свои функции. И точно так же и в мэрии. Вообще сейчас оптимизируют все, к сожалению. Насчет чиновников не знаю. Насчет медицины, образования, прочих структур – это кошмар. По-моему, уже дооптимизировались. Один из руководителей Общероссийского народного фронта в Красноярске Егор Васильев уверен, что отправлять людей на улицу приходится из-за неправильной финансовой политики мэрии. Если по-простому на людей денег у города нет, зато есть на они обязательные, законом не предусмотренные траты. Например, на платные парковки. Васильев уверен, что Эдхаму Акбулатову пора менять советчиков, которые занимаются экономикой и финансами. Людей, конечно, жалко. И первый вопрос, который возникает, когда мы слышим об этом, не компания ли это популистская, когда мы поняли, что бюджет действительно, ну, бюджетная политика провалилась, и бюджет оставляет желать лучшего. Второй момент – это, конечно же, необходимо нести ответственность за раздутые штаты. Ситуация с бюджетом в городе действительно сложная. Многие контракты в этом году остались неоплаченными. Предприятия оказались без обещанных денег. Из 27 миллиардов планируемых доходов на 1 ноября собрать удалось лишь 20. Виталий Поляков, Вячеслав Казаков. Афонтова новости.